Здравствуйте! Вы смотрите ОТВ. Меня зовут Евгения Августина. У меня есть тема для интересного разговора. Эти печеньки я купила не случайно к чаю, да не к простому, а из самовара. У героя сегодняшней программы их более 70. Чем же горячий напиток из электрического чайника отличается от того, что приготовлен в самоваре, вам сегодня расскажет Ян Дробышев. Берем трактирный самовар, относим его, ставим на поднос. Самовар объемом 30 литров. Изготовлен с 2021 по 2025 год. Так, первое, что нам нужно сделать, это заполнить самовар водой. Колодезная! Использую только колодезную воду. Даже вода из артезианской скважины после кипчения получается другой нафиг. Чтобы внутрь не попал никакой мусор, его нужно накрыть крышкой. Сухая кора для начала это лучшее топливо. Накидываем немного коры в трубу. Когда немножко разгорится, можно опускать вниз. Многие, кто в первый раз видит самовар, говорят, о, я знаю, как его топить. Им кажется, что это так легко, но совершают большую ошибку, когда вначале набивают полную трубу дровами, углем, газетой. И потом пытаются поджечь снизу через поддувало. Это никогда не получится, потому что нужно именно вначале поджечь и только потом опускать. Среднее время закипания такого большого самовара зимой в районе 40-45 минут. Летом данное время можно сократить где-то до получаса. Если самовар поменьше, объемом, например, на 5, либо на 10 литров, это, кстати, самые популярные объемы от 5 до 10, то такой самовар закипает где-то за 15 минут. Когда в трубе загорелась кора, можно уже закидывать дровишки. Советую заготавливать их заранее, потому что некоторые думают, поеду на природу, возьму с собой самовар, наберу веточек, растоплю. Видел я таких людей. Долго они бегают, собирают веточки и очень долго растапливают. Ну, теперь у нас минут 20 будет такая картинка. В принципе, ничего не поменяется. Ну вот, мы видим, что из-под крышки пошел пар. И из паровичка тоже это означает, что у нас самовар закипел. Теперь мы снимаем трубу, и нам надо прекратить горение. Берем специальную тушилку и закрываем подачу кислорода в эту трубу. В этом деле главное не перегипятить самовар, иначе вода будет иметь немножко другой вкус. Потому что, я думаю, все пробовали наутро пить кипченую воду. Она не такая вкусная, как свежая. Так что сегодня мы будем пить чай на настоящей живой воде. Ян, так неужели чай из самовара отличается от чая из электрического чайника? Отличается. Чем? Компании. Потому что, ну, разве за электрическим чайником собираются друзья или семья, чтобы попить чай? Конечно, нет. А вот на природе, конечно, всегда все будут собираться. И некоторые специально даже приезжают, чтобы попить чай из самовара. Ну, говорят, в самоваре вода живая. Вот что значит живая вода, и почему в чайнике она тогда не живая получается? В чайнике именно в этом у нас, конечно же, живая заварка. Потому что она заварена из самовара. И самовар, у него кран впаян не в самой нижней части Тулова, а чуть повыше. Соответственно, если 30-литровый самовар, несколько литров воды всегда будет оставаться в самоваре. И вся вода, которая ниже крана, это так называемая мертвая вода, где оседают всякие вещества, например, растворенный кальций. А выше уровня крана там живая вода, которую мы сейчас и пьем. Ян, так с чего же началось ваше хобби? Интересно, какой самовар в вашей коллекции был первым? Хобби началось 4 года назад, когда на один из праздников мне подарили первый самовар. До этого в семье, конечно, был самовар в начале 90-х, но рабочие когда-то делали ремонт и вместе с мусором выкинули самовар. Долго просил родителей, чтобы они приобрели самовар, но как-то не складывалось. Потом, когда мне подарили, я пригласил гостей, мы его растопили, начали пить чай, но самовар был маленький, трехлитровый, нам его на всех не хватило. После этого я задачился, так как живу за городом, нужен самовар и нужен размером побольше. Приобрел самовар побольше, потом начал интересоваться, а чем же они отличаются, почему на одном одни клеимые медали, в другом совершенно другие, разные производители, разные формы. Начал изучать вначале информацию в интернете, потом купил некоторые энциклопедические справочники по самоварам, изучил их, после этого начал уже знакомиться вживую с коллекционерами. И, наверное, самое такое мое известное знакомство, это я познакомился с автором этих энциклопедий, Сергеем Петровичем Калиничевым. Супруга хобби поддержала. Маша? Конечно, очень положительно отношусь к этому увлечению, даже это не увлечение, а уже часть жизни стала. Так что я ничего в этом такого не вижу и поощряю. А какие экспонаты вашей коллекции вы считаете самыми интересными? Наверное, это, во-первых, мой первый самовар, который мне запомнился, можно сказать, на всю жизнь. Также есть достаточно редкие самовары, которые представляют историческую и культурную ценность, которые я обязательно буду демонстрировать посетителям выставок и в дальнейшем музея самоваров. Ну, есть много всего. А сколько всего там самоваров у вас? На данный момент около 70 самоваров. Если быть точным, 68. Где они все помещаются? Вот, например, трактирный самовар достаточно большой. Вот в том-то и дело, что все они уже не помещаются в том месте, где они находятся. И из-за этого у меня возникла идея организации частного музея. Мы к этой идее еще вернемся. Интересно, самовар можно хранить как угодно? Или все-таки есть какие-то определенные правила хранения самоваров? Есть некоторые секреты. Во-первых, самовар ни в коем случае нельзя зимой оставлять на улице. Потому что если его оставить на улице, внутри он покрыт пищевым оловом, и эта олова от мороза потрескается, и самовар начнет протекать. Также ни в коем случае нельзя самовар на улице оставлять с водой. Потому что когда она замерзнет, она разорвет внутреннюю трубу, и самовар также будет протекать. И когда вы начинаете топить самовар, самое главное вначале залить воду, а потом его начинать топить. Потому что некоторые совершают ошибку, думают, затопим его без воды, потом зальем, и из-за этого самовар портится. Он распаивается. Ну, буквально перед встречей с вами вычитала, что оказывается, самовар вовсе не наше изобретение. Ну, неужели правда? Да, совершенно верно. Самовар пришел к нам с Востока. Предположительно, из Ирана. Но тот самовар, который мы с вами видим, и то, что мы понимаем, что это такой латунный, желтый самовар с краном, с ручками, это исконно русский самовар. Потому что если посмотреть на восточные самовары, которые раньше выпускали, и сейчас их выпускают на Востоке, и посмотреть на русский, человек сразу же отличит, где наше родное, а где чужое и иностранное. Раньше, кстати, как было? У крестьян был какой-то свой простенький самовар, у дворяна что-то посложнее? Или, в общем-то, нет такой какой-то градации самоваров классовой? Нет, конечно, была градация. Самые простые самовары – это так называемые самовары в форме банки и рюмки. Более сложные формы, соответственно, могли себе позволить более обеспеченные категории граждан. Например, изначально самый простой самовар стоил в районе 12 или 13 рублей. За эти деньги в деревне можно было купить избу, а за несколько рублей можно было купить корову. Соответственно, самовар, у кого он был в семье, это уже считалось достаточно обеспеченной семьей. Самоваром люди, наверное, выбирали корову. Конечно. Ну и самовары, они очень разные. И что примечательно, раньше самовары, они продавались по весу. То есть, чем тяжелее самовар, в принципе, тем он дороже и стоил. Но некоторые недобросовестные производители, которые занимались подделками, да, уже тогда, в 19 веке, люди подделывали самовары. Они шли на такие хитрости, что в трубу они вставляли толстый, тяжелый чугунный колосник. И из-за этого вес самовара увеличивался и стоил он гораздо дороже. Какие хитрые люди были. Ну, мы сейчас с вами пьем чай. Ну, предпеты наши, чай еще не пили, да, всего несколько веков назад к нам привезли этот напиток. А что раньше пили? Крестьяне, дворяне? Изначально на территории царской России пили сбитень. Сбитень – это так называемый напиток отвара смеси трав и меда. Он мог быть алкогольным, но также он мог быть и безалкогольный. Безалкогольный сбитень его заваривали в специальном сосуде. В принципе, он очень похож на современный самовар. Единственное, наверное, отличие, что он был выполнен из меди, потому что тогда латунь не пользовалась такой популярностью. И у него была, как правило, круглая форма. Сверху у него была одна ручка для переноски. И люди ходили на ярмарках и из сбитенька разливали другим людям сбитень. Есть какие-то секреты заварки чая из самовара? Ну, мы уже выяснили, что в самоваре всегда только кипяток. Внутри там ничего не заваривается. А вот потом, какие секреты, что нужно сделать для того, чтобы чай получился вкусным? Чай получится вкусным, ну, во-первых, если будет хорошая компания. Во-вторых, я все же рекомендую заваривать чай в фарфоровом чайнике, потому что металлический, ну, как-то получается немножко по-другому. Потому что вы же не пьете чай из металлических кружек. Вы стараетесь пить же желательно из каких-нибудь, ну, лучше всего из фарфоровых. Вот, соответственно, чайник должен быть тоже фарфоровый. Ну, и после каждого применения я рекомендую выкидывать уже отработанную заварку, засыпать новую. После того, как засыпали новую заварку, залили кипятком, дали постоять несколько минут. И самое главное, не нужно употреблять холодную заварку. Заварка должна быть горячей. То же самое, как и кипяток. А что касается чайных пакетиков, можно или все-таки это грех страшный? Ну, их, конечно, если очень хочется, то можно, но я их не очень люблю. Но когда, ну, мы живем в 21 веке, все мы делаем на бегу, торопимся. Например, когда у нас обеденный перерыв, тогда, конечно, приходится пользоваться чайными пакетиками. Но когда человек живет на природе, когда выходной день, когда никуда не надо спешить, тогда, конечно, лучше и самое главное полезнее заварить настоящий чай. Ян, вас можно поздравить с победой в премии «Наша Подмосковья». Как назывался ваш проект? Если быть точным, надо поздравлять не меня, а мою супругу. Потому что в этом году именно она подала проект, который именно она придумала название у самовара «Ян и его Маша». Видите, как совпало. Вот, я думаю, Маша, наверное, ты расскажи. Да, мы с Яном решили подать заявку на губернаторскую премию «Нашу Подмосковья». Очень тоже долго думали, как нам это все правильно оформить, как нам это все правильно представить. С апреля месяца 2017 года началась серия выставок, посвященная как раз самоварной деятельности, самоварам. Начиналась она в Одинцовском краеведческом музее и закончилась она в музее в институте ФСБ в Голицыно. Уже придумали, на что премию потратить? Какой-то самовар приобретете или что-то другое? Конечно, придумали. Да, у нас было очень много мыслей по этому поводу. И мы пришли к такому выводу, что, правда, вот настолько интерес появился у людей, да, у окружающих, вообще к самовару, к всему тому, да, что с ним связано. И мы решили приобрести прицеп для нашей коллекции самоваров, да, чтобы, соответственно, показать его людям, показать окружающим, поделиться. И вот уже, например, следующий проект, выставка на колесах. Ну, поначалу, да, это будет передвижной музей. Но я надеюсь, что в 2018 году мы сможем порадовать, как бы, жителей и района, и Московской области, а, возможно, даже и Москвы открытием частного самоварного музея. Вот давайте теперь поподробнее про музей. Почему не в Одинцовском районе будет располагаться? Конечно, очень хочется, чтобы он располагался в Одинцовском районе, но для начала по району будет курсировать передвижная выставка. Но есть небольшие проблемы, чтобы найти помещение, договориться об аренде. Вот. И на данный момент есть предложение открыть этот музей в Москве и сделать это совсем недалеко от Кремля, в нескольких километрах от него. И там будут все экспонаты, вот все около 70 штук. Да, любой житель Одинцовского района, да и всей Московской области и Москвы сможет совершенно бесплатно прийти в музей и посмотреть на них, пофотографироваться. Ян, ну а есть какая-то такая большая самоварная мечта? Может быть, завладеть каким-то самоваром? Какой-то очень редкий экспонат существует. Ну вот меня, как моя семья, так и мои друзья спрашивают, ну когда же, когда же ты остановишься? Какой самовар будет не последним, а крайним? Потому что последнего не будет, это точно. Но, наверное, моя цель, когда я могу чуть-чуть сбавить темпы коллекционирования, это когда в моей коллекции появится серебряный самовар. Теперь вы знаете, как приготовить вкусный чай. Впереди новогодние каникулы, а значит, будет время потренироваться, чтобы удивить гостей. Дело осталось за малым, найти хороший самовар. На сегодня все, но впереди еще много тем для интересных разговоров. Увидимся скоро на ОТВ. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!